А в России могут ввести налог на неоформленные здания. Это когда строят дом на выкупленной земле, но не оформляют на него право собственности. Эксперты считают, что так владельцы уходят от уплаты налога на недвижимость. Бороться с этим планирует Министерство финансов страны. А тем временем на Южном Урале вводят налоговые льготы для предпринимателей, которые покупают производственные здания. Для них отменяется налог на имущество. Этот закон утвердили депутаты по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Льготу получат, правда, не все, а только те, кто заключит специальный инвестиционный контракт с областью. В инвестиционном контракте прописывается конкретный бизнес-проект, который, с одной стороны, выполняет предприниматели или предприятие, а с другой стороны, которое поддерживается государством в виде налоговых льгот. У нас практически уже в 2016 году реализовано 4 инвестиционных контракта. Все они так или иначе связаны со сферой металлургией. Это и Челябинский электролитно-цинковый завод, Ашинский металлургический комбинат, Монитогорский металлургический комбинат. Согласно новому закону, бизнесменам снизят налог на прибыль до 13,5%. Раньше они платили 20%. А налог на имущество обнулят. Благодаря таким мерам инвесторам будет выгоднее вкладывать свой капитал в развитие производств. А значит, появится больше новых рабочих мест. И отмечу, что этот закон приняли по инициативе Бориса Дубровского. Его предложение рассмотрели депутаты ЗСО и поддержали. Льготы действуют с начала года. Чтобы их получить, нужно обратиться к...